Всем привет, я Даша, и сегодня я буду рассказывать сразу о двух книгах. Это Борис Акунин, «История российского государства. Эпоха цариц». Такое дыгающее название немножко. И вторая книга называется «Дорога в тысячи ли». Я очень извиняюсь, если я произнесу имя автора неверно. Мин Джин Ли. Вот такая замечательная книга из серии «Трёх ветров». Ко мне пришли таких три. И если вы подписаны на меня в Инстаграм, то вы знаете название всех трёх книг. Буду рассказывать в том порядке, в каком читала эти книги. А именно начну с Бориса Акунина. И дело в том, что я зануда. Зануда, 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 зануда. Я придирчива к названию. Мне кажется, оно должно соответствовать истине. А Борис Акунин немножечко слукавил. Его книга, как я уже сказала, называется «Эпоха цариц». Но немножечко запеку вперёд и скажу, что по какой-то непонятной для меня причине он глубоко проанализировал также царство того, кто жил, правил после эпохи цариц, а именно Павла, проанализировал его. И вот этот момент мне не понятен, зачем называть книгу «Эпоха цариц». Да, завлекательное название. Если при этом всё-таки разбирает эпоху монарха мужского пола. Но вернёмся к нашим баранам. Книга охватывает период, начиная со смерти кончины Петра Первого, хотя он об этом уже отдельно говорил в другой книге, дополнительно разбирает, что это принесло стране. Потом переходит действительно к эпохе цариц и переходит весьма занимательно. Ну и, как я уже сказала, приходит к Павлу, разбирает его и, собственно, заключение по XVIII веку тоже делает. Книга хорошая, но мне кажется, что Парис Акулин немножечко затроллили. Если раньше у его книг был более живой стиль, в котором могли заинтересоваться люди, и мне было при этом скучно, занудно и уныло, то у меня в этот раз возникло ощущение, что я прочитала учебник по истории за какой-нибудь там класс. Да, я признаю, что, конечно, главное — это историческая достоверность, но всё-таки Парис Акулин от других писателей отделял именно тот момент, что, когда читаешь его книги, не чувствуешь себя учеником или студентом, который изучает учебник. Тем не менее, некоторые такие попытки немножечко жить, повествования были, но не в той степени, как были раньше. Тем не менее, всё это очень интересно и занимательно, и действительно прям вот сидишь. Фишка в том, что Кунин разбирает все управления без предвзятостей, абсолютно объективно, насколько это вообще возможно сделать человеку, и рассматривает искомую персону абсолютно со всех сторон, учитывает и достоинства, и недостатки, и какие-то моменты, которые могут объяснить ту или иную линию поведения человека, и делает это превосходно и на отлично. Из него получился бы прекрасный специалист по генеалогии, просто выдающийся. В такой степени он умеет подобрать информацию, отсеять источники. Он разведенчивает очень многие исторические мифы. У многих людей есть стереотипы, что вот этот монарх, он дурак, помешан, он может, трет только, и только в этом смысле, да и то не смысле, это просто помешан. Там другая какая-то эмоционально нестабильная бабенка с весьма дурным чувством юмора, которая делает шутом потомкам, потомка Рюриковичей. То есть, хотя сама какая-то Романова, ну не какая-то, но совершенно волшебно, что он развенчивает все эти мифы. Мне было крайне любопытно, как он подойдет к разбору правления Екатерины Второй, потому что, не знаю, то, что ее прозвали Великой, есть у нее очень много спорных моментов в биографии, и сам он в книге по названию «Внеклассное чтение» намекал, что она великая, потому что за нее как бы люди хорошо работали. И у меня сложилось мнение, что она не является его любимой царицей. Но, как я и ожидала, он подошел к ее разбору столь подробно и объективно, что вообще не видно его личного отношения к ней. Но я увидела те минусы, о которых, в принципе, и знала. И он их не выпячивает, он не ставит их на передний план, он все раскладывает очень справедливо и по полочкам. Поэтому, если вам интересна и Кривина Вторая, или ее фавориты, или вообще вот эта эпоха цариц, то эта книга та, которую я могла бы вам рекомендовать. Теперь перейдем ко второй книге, которая называется «Дорога в тысячеле». Это совершенно изумительная книга. Автор немногим уступает моей любимеце Лиза Си. Она изумительна. Она кореянка, южная кореянка. События книги начинаются на территории Кореи в начале 20 века. И на примере одной семьи нам рассказывается о том, как жили корейцы на территории Японии на протяжении почти столетия. И, вы знаете, я пока читала, я не воспринимала эту книгу с той позиции, которую сейчас озвучила. Я ее воспринимала как книгу, которая представляет собой целое столетие в истории, но не на территории Японии, а просто корейской семьи. Это очень занимательно, тем более, что я уже года два, как-то минуты, как подсела на корейские сериалы. Исторические, разумеется. Я люблю историю, потому что я человек наблюдательный. И я много для себя вынесла из дарам, как бы странно это ни прозвучало, потому что я просмотрю сериал и полезу в сеть собирать информацию об этой эпохе. Мне интересно. И очень многие моменты мне эта книга объяснила, которых я не знала. И я сначала собиралась сказать, что сюжетная линия достаточно предсказуемая и не только в ключевых моментах, но и в более таких малозначимых. И я до сих пор поддерживаюсь этой точки зрения, но, вы знаете, это тебе ни капли книгу не портит. Ну, вообще ни разу. Может быть, даже наоборот украшает. Да, это тот неловкий момент, редкий, когда это украшает книгу, украшает сюжетное повествование. Это более насыщенно и так вот более глубоко вдыхаешь аромат этой книги. Я, кстати, сразу поняла, что она замечательная. Видите ли, я себе отрубил голову весьма странную вещь. Вот как вот все те книги. Кто-то по аннотациям, кто-то, быть, даже по обложке. Кто-то открывает на середине или в начале, кому как нравится. И смотрит на стиль повествования. А я книги нюхаю. Я открываю ее где-то на середине и вдыхаю аромат. Если мне запах аромата кажется просто нормальным или посредственным, то и книга тоже нормальная и посредственная. Если я чувствую восхитительный аромат, то и книга будет восхитительная. И вот когда я открываю эту книгу, аромат был просто вот отрави и выброси. Так что я изначально знала, что эта книга прекрасна. И она полностью оправдала мои ожидания. Так что я всем рекомендую эндургию. Если вам близка, близок восток, эта книга просто в стороне будет вам более приятна, чем если вы вообще им не интересуетесь. Собственно, это все, что я хотела вам сегодня рассказать в книжном плане. Пока-пока и до скорых книг.